Приветствую вас. Вы знаете, я прочитал не только ваш этот вопрос, но и прочитал вопрос, который вы задавали ранее. И на этот вопрос, который вы задавали ранее, он более подробный. Вы не решили его, не выбрали эксперта, ну не выбрали лучшего эксперта, лучший ответ не выбрали. Вот, и соответственно, судя по вашему статусу, вы не работали ни с кем, то есть не оплачиваете консультации. Вот. Исходя из этого, я делаю вывод, что, значит, либо у вас ответ не для двери, либо вы не хотите действовать, не хотите ничего менять в своей жизни. Ваш вопрос, когда вы пишете, как стать здоровым и счастливым, значит, ну, на самом деле, на этот вопрос можно отвечать очень долго. Я отвечу на него достаточно коротко, надеюсь, вы понимаете почему. И скажи так, что, чтобы стать здоровым, нужно, значит, ну, хотя бы понять, чем именно вы болеете, чем, какая именно у вас болезнь, чтобы с ней разобраться, чтобы ее вылечить, и это, на самом деле, к врачам, если вы больны. Если вы говорите про психологические проблемы, то это не болезни как таковые, это скорее определенного рода проблемы, но эти проблемы, их можно решить путем работы с психологом, я имею в виду сейчас регулярная работа с психологом, вот, я имею в виду сейчас довольно-таки, знаете, длительные консультации с психологом, то есть как вы можете свои проблемы потихонечку психологически разрешить. Что же касается, значит, что касается счастья, о котором вы говорите, то у счастья ситуация следующая. Чтобы стать счастливой, нужно понять, что для вас счастье и как вы его понимаете. То есть на самом деле, каждый человек, он счастье понимает по-своему, и вы, в том числе, я уверен, тоже понимаете счастье по-своему. Поэтому, ну, в первую очередь, понять, что для вас счастье, что вам нравится, какое у вас представление о счастье, может быть, его, ну, или будет как-то там подкорректировать, например, но это уже, опять же, в процессе только работы с вами будет понятно, вот. И второе, это то, что, значит, второе, то, что счастье не бывает постоянной. То есть оно, это состояние счастья, оно, оно, приходящее, оно не бывает, оно не бесконечно, то есть, и вот именно потому что оно не бесконечно, человеку требуется все время, ну, все время снова и снова, значит, к этому счастье стремиться. И вам нужно быть готовым к тому, что стать счастливой на съеда в любом случае у вас не получится, потому что постоянная цель образования это постановка новых целей и их достижения, после этого постановка новых целей и отца их достижения является сутью человека. Именно по этой причине можно говорить о том, что для счастья нужно постоянно что-то стремиться и что-то делать. Это, то есть, касается вашего, значит, вопроса. Теперь, далее, теперь далее, далее, значит, далее ситуация следующая, на мой взгляд. Значит, в своем другом вопросе, в своем предыдущем вопросе, который вы задавали, вы пишете, значит, что у вас там нет, ну, есть определенные проблемы, довольно серьезные проблемы, как мне сказалось, то есть вы почему там, значит, употребляете нейролетики, почему-то вы употребляете эти депрессанты, пьете их, вот, и, соответственно, возникает вопрос, кто вам назначил, что произошло, и какое еще лечение, кроме этого, вы бы проходили. Насколько хорошо, насколько адекватно, насколько полно вы пережили то, что у вас, ну, скажем так, было, было вот тогда. То есть, насколько вы освободились от того, что было тогда, насколько вы пересили то, что с вами тогда произошло, это, на самом деле, очень такой важный, важный очень момент, потому что, если вы не пересили это до конца, то вот вам и первая причина основная, по которой вы, значит, так себя чувствуете, и вы так себя и видеваете, да, то есть не чувствуете себя счастливой и не чувствуете себя здоровой, вот. Значит, давайте мы с вами сейчас попробуем прочитать ваш вопрос, предыдущий, он написан довольно-таки сумбурно, поэтому я его прочту немножко. Значит, у меня взгляд на жизнь поменялся, пишите вы в 2004 году, я была балдулочкой, шутки любила, веселый, любил ухаживать за родными, сейчас ничего не надо, ни мыть, ни ребенок, я ни о чем не переживаю, у меня нет, нет размышлений, я пью препараты, но взгляд не восстанавливается, я ушла с себя. Значит, смотрите, вы ждете, что у вас в результате прием таблеток, меняется взгляд, но на самом деле это нет. так, ваш взгляд от приема таблеток не поменяется, потому что таблетки просто-напросто открывают путь вашему сознанию для того, чтобы, ну, постичь, познать, осознать и прорабатывать какие-то вещи, которые без этих препаратов вы бы не смогли проработать. то есть препараты это средства, а препарат это просто-просто-просто-просто средства и не более того. Вы же, как мне показалось, воспринимаете, вот, то, что, ну, то, что вы делаете, мне же показалось, что вы воспринимаете, это так, своего рода, так вы найдете, самостоятельный вид лечения. На самом деле это не так. Препараты, это не самостоятельный вид лечения, это именно, как я уже сказал, это средства для работы с вами, но это ни в коем случае не точно даст вам обязательно, как бы, это вот улучшение, просто вот само по себе. Само по себе вам это не даст ничего. Далее, значит, ну, вопрос, который вам задавали эксперты, я задам и сейчас тоже. Что произошло, собственно, в 2004 году, что вас так поменяло? Почему вы перестали, почему вам перестал, нужен быть ребенок, там, муч и так далее? Почему вы, ну, не землю, не можете подобрать на окружающий мир? Почему вы не можете работать? Почему вы не можете говорить на позитивную тему? Если у вас здесь, если у вас депрессия, то, соответственно, депрессия – это психиатрическое заболевание, и с ним нужно работать именно через психотерапевта. Вот. Почему вам засят рот? Как бы ты его знали. Почему вы, откуда у вас проблемы с вниманием? Ну, вот. Вы согласитесь, что мой мозг где-то, только не здесь. Будем делать дела, меня семейная рутина напрягает, мы развелись, но проблема осталась. Какая проблема осталась? Почему вы с мужем развелись? Как вы, значит, ну, пережили развод со своим мужем? Как вы относитесь к ребенку сейчас? Это вот все вот эти вот вопросы, на которые, ну, нужно обязательно ответить, потому что без них, без этого, к сожалению, ну, никак не получится решить вашу проблему. Как стать здоровым? Знаете, если ваши вопросы не являются праздными, то есть если вы действительно хотите что-то в себе поменять, вам нужно выбрать эксперта на нашем ресурсе и работать с ними. С экспертами, я имею в виду. Вот. А если вы просто задаете вопрос, если вы просто, вот, обратно любопытствует, то, ну, кроме каких-то общих фраз, каких-то общих, общих утвердений, общих моментов, общих посылов, я боюсь, ничего, ничего не услышать, потому что по существу проблемы вы ничего не сказали. Говорите вы только лишь о следствии проблемы. Но психологи, да и любые специалисты на самом деле они работают с причинами, а не со следствиями. И ваш вопрос, который вы задаете сейчас, он прямо вытекает из того вопроса, из того текста вопроса, точнее, который вы задавали раньше. Правда, там вопроса как такового не было, но это уже детали. надеюсь, что мой ответ несколько прояснил вам ситуацию, надеюсь, мой ответ несколько помог вам, потому что я понимаю, что по всей вероятности какие-то моменты, какие-то вещи вы просто не осознаете должным образом. Надеюсь, что вам это было, скажем так, понятно, полезно, и вы теперь получили представление о том, что вам нужно делать, как вам нужно действовать, и в какую сторону вам необходимо двигаться. Но начался Новый год, и было бы здорово, если бы вы в Новом году начали этот год именно с того, что вот как-то все-таки начали бы менять свою жизнь, пытаться ее поменять, по крайней мере. Было бы очень здорово, это было бы самым лучшим подарком для вас на Новый год. Я надеюсь, что вы примете верное решение, и надеюсь, что будете ему следовать. Я же со своей стороны желаю вам всего самого доброго, лучшего, если понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Если остались вопросы, пишите в личку, я вам помогу. Всего доброго еще раз, и до свидания. Продолжение следует...